Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале Мода и GD. Я вижу, что вам нравятся ролики про минимализм и хочу поделиться с вами еще своей, в общем-то, находкой в плане постельного белья. Я вообще-то для себя открыла с большим удивлением, что постельного белья может быть всего два комплекта. На самом деле это может быть даже один комплект постельного белья. Если, в общем-то, вы с утра имеете возможность его постирать и к вечеру его просушить, то вам на самом деле нужен только один комплект постельного белья. Но для такой занятой хозяйки, как я, наверное, понадобится все-таки два комплекта постельного белья, потому как у меня не всегда есть возможность постирать постельное белье. Бывает, дети на него писают, в общем-то, бывают дети болеют и, соответственно, не всегда есть время заняться стиркой. Итак, два комплекта всего постельного белья понадобится, наверное, среднестатистической семье. И хочу сказать, что раньше я вот как-то не обращала внимания на цвет постельного белья, а теперь убеждена, что только белое постельное белье легко стирать. В общем-то, всегда можно добавить чуть-чуть хлорки, чтобы оно было белым, чтобы оно не желтело, не серело и так далее. И белое постельное белье смотрится очень красиво, очень стильно на любой кровати. Пожалуй, это тот цвет, который подойдет к любому дизайну комнаты, а также, в общем-то, к любому стилю кровати. Соответственно, то, что кажется мне сейчас очевидным, это белый цвет постельного белья, я, в общем-то, открыла для себя со временем. И хочу сказать, что у меня очень много цветного постельного белья с какими-то фантазийными рисунками, в общем-то, коричневое есть постельное белье, есть голубое. Но не знаю, как я могла все это купить, сейчас я все это использую очень активно, чтобы от всего, от этого избавиться, чтобы в моих ящиках сохранилось только белое постельное белье. И хочу сказать вам также по поводу одеял. Я открыла для себя такую особенность, что если одеяло, скажем так, хлопковую поверхность, да, то есть это не шерстяные пледы, это не высокий ворс. Вот у меня было однажды бархатное одеяло, обшито бархатом. Я хочу сказать, что такие одеяла гораздо проще в уходе, они собирают меньше пыли. В общем-то, их достаточно либо постирать, либо, в общем-то, очень хорошо выбить, и на самом деле они меньше пыли аккумулируют в себе. Я оставила на своей кровати только вот такие обтянутые хлопком, либо обтянутые гладкой тканью. Это может быть не всегда хлопок, это может быть даже шелк, это может быть даже какой-то синтетический материал. Но, в общем-то, он должен быть гладкий на ощупь, соответственно, не иметь ни ворса, ни какой-то фактуры, чтобы меньше аккумулировать пыль. Но, в общем-то, это такие мои находки в отношении постельного белья, в отношении красивой минималистичной кровати. Как-нибудь, когда будет чуть-чуть потеплее, я обязательно покажу вам свою спальню. Я уверена, что вы очень удивитесь. В моей спальне, в общем-то, стоит только кровать, только две прикроватные тумбочки. И то, я жалею, что эти две прикроватные тумбочки я когда-то поставила. Я обязательно расскажу о том, как можно обходиться без прикроватных тумбочек и иметь просто минималистичный дизайн в своей спальне. Это была Яна Скворцова. Всем хорошего дня. Пока-пока.